Ну что, всем огромнейший-огромнейший привет, мои дорогие зрители! У нас сегодня с вами новое видео, и у нас сегодня с вами что? Покупки. Я сейчас съездила в FixPrice, немножечко отоварилась, затарилась, так скажем, да. И вы знаете, когда я в прошлый раз показала свои покупки в магазине Fix на своем YouTube-канале, я поняла, что вам это интересно, что вы проявили такую особенную активность, да, очень много лайков, поэтому я решила все-таки показывать свои покупочки из магазина Fix, тем более с учетом того, что сейчас кризис, пандемия, да, и хочется экономить как-то целесообразнее и рациональнее все-таки распределять свой бюджет, да, семейный. Итак, я с вашего позволения сейчас что, налью лимонадик о себе, у меня какая-то после дороги гипогликемия, я, кстати, лимонад вот такой вот, меринда, это вкус ананаса и груша, и купила я его где? Конечно же, в магазине Fix, и беру уже не в первый раз, и очень нравится именно вот такая вот вариация меринды. Здесь я тоже очень люблю это, поэтому... Налью, ну, простите за такие пикантные подробности, да, я тут еще и пью. В общем-то, я забегала еще и в пятерочку, потому что все, что нужно было, я вот именно для моей семьи, для многодетной, я в Fix не купила, ни кое-что докупала в пятерочке. Девочки, сразу, я купила в Fix вот такие вот контейнеры по 55 рублей, они шли с крышками, представляете, довольно-таки крепенькие, у меня два контейнера, я один покажу, и такие контейнеры мне нужны были для моего старшего ребенка, да, для Петра. Дело в том, что он ходит в творческий кружок и попросили купить вот такую вот штуку. Ну, в общем, я думаю, что подойдет, ну, что-то типа такого попросили купить, а тем более с крышечкой, это в бюджетной девочке очень-очень, поэтому присмотритесь. Вообще, в Fix, конечно, изобилие контейнеров на любой вкус и цвет, и в таких более крепких, и похлюпее, так скажем, да. Так, я сейчас возьму стульчик, чтобы как-то вот прямоститься, чтобы показать вам свои покупки. Итак, первый пакет. Хорошая заставка к видео, да, надо будет покривляться, чтобы потом сделать скрин. И вы знаете, прежде чем начать сейчас показывать вам свои покупки, я хочу отметить тот факт, что в магазинах я сегодня была крайне рациональна, я взвешивала практически каждую позицию своих покупок, покупать мне, не покупать, может быть, как-то сэкономить. Я вспоминала, что у меня есть в холодильнике, может быть, что-то с чем-то, там, я не знаю, объединить, что-то чем-то заменить, в общем-то, и все равно у меня ушло на покупки порядка 4 тысяч рублей. Где-то 3-4 тысячи у нас уходит. Это вот для нашей семьи, да, такая затарка. И если не экономить, если не покупать по списку, то эта сумма может достичь вообще запредельных каких-то значений. И на 10 тысяч мы можем закупиться прямо легко. И что хочу сказать, я, конечно, Фикси сегодня смотрела и облизывалась на многие товары. Я посмотрела обзор, там, одного блогера, она говорила, что в Фикси появился крем L'Oreal за 200 рублей. И я его и так смотрела, и так крутила в руках, и потом уже решила, что нет, не куплю. Да, выгодно, выгодно, потому что такой же крем по максимальной скидке на Валберес 380 рублей. В Фикси 199. Но я подумала, что у меня очень много ухода, ладно, давай там подождем, давай в следующий раз. Вот знаете, если бы я делала подобные покупки лет 10 назад, я бы скупила все, на что у меня упал глаз. Но тут, видимо, видите, семья появилась, да, хочется уже там на что-то скопить, на что-то отложить. И что еще я хотела купить? Я хотела купить хэллоуинские, знаете, такие декоры. Скорый Хэллоуин, он был или будет, я не очень ориентируюсь в этом празднике. И там была такая тыковка большая, довольно-таки в позолоте, в такой, ну, светильничек, 200 рублей тоже стоила эта тыковка. И я думаю, ну, куплю, ну, я же блогер, я снимаю видео, это будет как задний фон, все-таки красиво туда-сюда, плюс дети. А потом я заметила, что вот эта позолота, она опадает. Думаю, блин, это будет опять вот эта вот пыль, да, красочная, и зачем это надо, дети это будут везде растаскивать. Короче, сэкономила. Что-то еще я хотела там купить за 200 рублей, и уже не помню. Все, голова уже у меня отключилась. Ну, вот сразу, да, 600 рублей экономия. Ладно, остальную информацию уже по ходу. Так, девочки, в Фиксе я всегда беру что? Я беру вот такой вот рис линозерный, это бренд Макфа. Ну, обычный рис, 55 рублей, мне кажется, выгодно получается, и мы такой рис поглощаем просто в невероятных каких-то количествах. Гречку купила тоже Макфа, 55 рублей. А, вы знаете, меня просто убил сегодня тот факт в Фиксе, что у меня на бонусной карте было 0 рублей, 0 копеек. Я вроде бы с завидной регулярностью посещаю магазин Фикс, и почему-то мне накопилось бонусов, я не знаю. Девочки, если вы владеете подобной информацией, да, как там, каким образом накапливаются бонусы, обязательно напишите в комментариях под видео, я почитаю непременно. Гречка. Потом, моя находка в магазине Фикс, это вот такие звездочки. Это бренд Байсад, я этот бренд люблю, ему доверяю. Я макароны такого бренда неоднократно покупала в пятерке. Такие звездочки для детей, вообще шикарно, замечательно, что может быть лучше, 27,50 цена, представляете. Потом для детей я купила еще вот такие вот макароны, это вермишелька, тоже Байсад, ну такая паутинка, да. Я полагаю, что здесь небольшой объем, да, 250 граммов, и цена 20,70, наверное, в принципе, она сопоставима с таким объемом, да, но все-таки было приятно увидеть в Фиксе вот такие макароны. Они у нас точно, точно уйдут, и 27,50 это не очень дорого, на мой взгляд, напишите, что думаете по этому поводу. Далее, в магазине Фикс я купила вот такой вот ароматический набор с ароматом розы, это, ну такая ароматизированная жидкость и палочки ротанговые. Я покупала уже неоднократно, я ставлю подобные наборчики себе в котельную, чтобы, когда человек заходит домой, вот его окутывал вот этот приятный аромат. И я думала, что эти палочки, вот этот набор стоит 99 рублей, на самом деле 199, мне кажется, цена немножечко завышена. И взяла розу, там был жасмин, почули, нероли, и жасмин мне приелся, мне и роза тоже приелась, но вот почему-то взяла розу, посмотрим. Обычно вот противненький такой аромат, вот в подобных Фиксовских, да, штучках, но посмотрим. Я взяла шоколадку, сейчас сделаю кофейку, который, я имею ввиду кофе, я тоже купила в Фиксе, поэтому оставайтесь со мной. Риттер Спорт, девочки, 77, по-моему, рублей, если не так, я внесу какие-то коррективы. Лесной орех, Риттер Спорт, шоколад молочный, он дробленый, да, орех, потому что бывает еще цель. Так, я наконец-то купила вот такие вот салфетки универсальные от бренда Bonhomme, и давно на них посматривала, и когда была у мамы, я увидела, что она протирала стол вот такими салфетками, я подумала, что мне тоже нужно их купить, 149 рублей, нормальная цена, и такие салфетки должны быть в обиходе каждой женщины и девчонки, потому что уборка это наше все, наша лучшая подруга в замужестве, это что, это тряпка, поэтому тряпки покупаем в изобилии. Потом я купила впервые в магазине Фикс вот такую сгущенку, она без заменителей молочного жира, это бренд Sladish, цельное сгущенное с сахаром молоко, 55 рублей, цена нормальная, я хочу сказать, что в красно-белом сгущенка стоит тоже где-то 55 рублей, и производство, производство Белгород, попробуем, у нас сгущенка всегда уходит, и я Алиночку до сих пор кормлю грудью, и я прям ночами могу вставать и пить чай с сгущенкой, попробуй не попей, ребенок потом устроит дубастопку, так давайте я вытащу все свои любимые товары, которые я беру всегда в Фикси, это пакеты для мусора, девочки, пакеты с запахом ванилина, ароматизированные, 55 рублей, если не пробовали, то попробуйте, они суперские, взяла еще вот такие ароматизированные пакеты, тоже из этой же оперы, только с запахом каким-то морским, я так поняла, да, здесь оберточка немножечко отошла, но не в этом вообще суть, и мне это не важно, и взяла еще вот такие тоже пакетики для мусора, тоже 55 рублей, они с завязками, и они по объему немножечко, а, 35 литров, здесь 60 литров, на самом деле вот эти пакеты мне кажутся большими, они как-то прочнее, и я скапливаю мусор вот в эти пакеты, а потом компоную его еще в пакеты с завязками, купила пакетики, вот такие фасовочные в рулоне, у нас сегодня экстренно закончились вот такие пакеты, я поняла, что нам нужно их покупать, мы сегодня купили свинку и фасовали мясо, и все, в общем, все запасы поистащились, далее, что я купила, я купила вот такой чистин для унитазов, с хлоркой, средства, 99, по-моему, рублей, и его все хвалят, я тоже попробую, потом скажу свое слово, будет окончательно уже вертик, видите, один пакет уже я добила, девочки, я решила взять клей, вот такой ПВА, потому что дети дома все время что-то мастерят, вот эти осенние поделки, плюс там развивающие какие-то кружки творческие, поэтому клей нам нужен, и я взяла две крышки на банке, мы покупаем фермерское молоко, и крышки у нас уходят, следующий пакет я, наверное, затянула, да, с роликом, но постараюсь побыстрее прогнать, я купила вот такую крупу от бренда Увелка, это хлопья 5 злаков, девочки, это вообще наш фаворит, мы очень любим такую кашку, я беру подобную кашу уже раз в десятый, наверное, именно Пикси, и я видела такую кашку в спаре за 95 рублей, короче, девочки, это супер, мега, везетно. Так, далее, на шутке своему любименькому, средненькому сыночку, ему три годика, я купила вот такие вот гаечки и болты, он очень любит все, что связано вот с механизацией, вот это вот все, поэтому сейчас после съемки я ему отдам, и я уверена, что 99 рублей, кстати, я уверена, что Алиночка тоже будет заниматься, повторять за братиком, и да, в Фикси, конечно, невероятный ассортимент игрушек, но там тоже нужно смотреть, там свои нюансы, там бывают одноразовые игрушки, и невероятный, просто шикарнейший ассортимент детских книг, девочки, обратите внимание, но я из книг ничего не купила, потому что детям уже не знаю, что нужно, ремня покрепче, серьезно, так, я купила себе вот такой спонж для макияжа, девчонки, я заказывала разные спонжи для макияжа, в том числе оригинальный бьюти-блендер, я все равно возвращаюсь к такому из Фикса, я к нему приспособилась, понимаете, его степень дисперсности для меня оптимальна, я распределяю таким бьюти-блендером тональное средство, в общем, люблю, да, я пользуюсь еще и другими, но я макияж наношу часто, и у меня расход блендеров, вот таких спонжиков просто невероятный, и их у меня должно быть много, если не пробовали, попробуйте, но, знаете, либо любовь, либо ненависть, это я вам точно говорю, и все свои тоналки в основном я наношу при помощи такого спонжика влажного, мне очень нравится эффект, получается такое тонкое, сияющее покрытие, и вот такая комбинация классно распределяет и консилер по всему лицу, то есть сам консилер по глазке, по глазке я наношу пальчиком, а вот эта штука, любой консилер может превратить в тоналку еще, поэтому, да. Что касается продуктов питания, немножечко пробежимся, тульский пряник 2750 мы любим, с кофейком, ой, у меня уже сходите, тут, потом печенье топленое молоко, я на этот раз в Фикси смотрела печенье в бумажных упаковках, земляничное, его не было, мое любимое печенье, но купила такое, но у нас тоже уйдет, потом я взяла по майонезам, еще должен быть один вот такой мистер Рико соус грибной с кусочками грибов, да, я понимаю, что химия, но иногда берем 2750 на Фикси, внимание, чек, у меня ушло на все про все 2000 рублей, я купила вот такие конфеты, мне показалось, что они весьма аппетитные, весьма вкусные, это конфеты со сливочной начинкой, такие плотненькие, а внутри крем, ну, в общем, мы такую историю любим, я купила еще вот такие вот овсяные печеньки, они идут как а-ля сдобные, 55 рублей, ой, это с молочком разойдутся только так, так не читала, честно говоря, боюсь, и вот такой вот майонез, про который я говорила, мы тоже взяли мистер Рико, обычный майонез мистер Рико, 2750, но я взяла на этот раз кофе в магазине Фикс, представляете, это Нес Кафе Голд, я люблю такой кофе, сейчас пересыплю, погоняю кофеек, потом, может быть, в сторис вам отпишусь, выскажу свое мнение, либо во влоге, 99 рублей, как бы, да, норм, потом у нас, вау, что, все, второй пакет уже пуст, у нас с вами семечки, тоже какие-то бюджетные, до 30 рублей, мы семечки тоже любим погрызть, и взяла мальчикам вот такие вот фруктовые трубочки, чтобы пить молочком, мы тоже такую историю любим, вот такие покупки Фикси, что я докупала в пятерочке, чек, цек, чек в пятерочке у меня на полторы тысячи рублей, итак, я купила яиц, мы сегодня будем делать фарш из парного мясца, так скажем, да, и я обнаружила, что у нас закончились яйца, 38 рублей, яйца красная цена, я не смотрела, они там битые, не битые, и вот это, конечно, мой кофеек, надо посмотреть, нормальные яички, категория С2, они такие мелковатые, но пойдут, на фарш пойдут, потом я купила батон, ну, в общем, хлеб у нас закончился, я периодически сама пеку хлеб в хлебопечке, но решила взять батончик, он до 30 рублей его, ценовая фонитика, я взяла наш ичалковский сырок, вот такой вот плавленый, буду запекать мясо по-французски, буду готовить, и вообще вот такой сыр мы любим просто с чайку, вкусный такой, нежный сырок, кстати, он подорожал, 140 рублей, я помню времена, когда такой сыр я покупала с 60 рублей, представляете? Время, времечко, потом я купила по акции в пятерочке вот такую вот вкуснятину, это квашеная капуста с морковью, это бренд Global Village, и стоимость этого продукта 90 рублей, 89 там с копейками, и я обожаю квашеную капусту, все, что связано с капустой, я люблю, поэтому буду лакомиться, и у меня дети тоже все очень любят квашеную капусту, мы берем всегда вот такие вот павловская курочка-крылышки, и они без концевой части, то есть они разделаны, классно их мариновать, потом запекать с целой картошечкой, где-то в духовочке, девочки, это просто вот любовь, и крылышки по 120 рублей, потом я купила два творога, вот такой вот творожок новодоицкий, так, 5-процентный, ну творог у нас уходит, я делаю со сметанкой, со сгущенкой, и у нас едят все, и Алиночка, и мальчики, и я, и муж, я в общем на подобных творогах просто подсадила, и это не очень плохо, да, как вы считаете, девочки, вы должны просто бежать в магазин пятерочка, потому что вот такая штука для стирки цветного белья от бренда Либерхаус, Либерхаус это обалденная линейка, это обалденный бренд бытовой химии, мне нравятся их шарики для унитазов, мне нравятся их средства для мытья посуды, 69,90 литруха, вы понимаете, вдумайтесь в мои слова, девчонки, это просто находка, несмотря на то, что я покупаю все от Фаберлик, я решила взять за 70 рублей вот такую батью, и Либерхаус это крутая марка, еще раз повторяю, надо будет сказать сейчас после съемки этого видео об этой акции еще и своим мамам и знакомым. Так, девочки, что у меня еще? здесь будет питание для Алиночки, у меня Алиночка уже практически полностью перешла на взрослое питание, но все равно какие-то элементы детского питания я ей подкупаю, чтобы были там где-то какой-то перекус на выезд и прочее, 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 агуша, груша, детское питание всегда в пятерочке очень выгодно покупать, там просматривайте акции, берете то, что вам нужно, мой первый салатик вот такой вот, флотняня, потом я взяла детям 4 бананчика, с учетом того, что, ой, глаз себе еще бананом подобью, с учетом того, что сейчас сезонные яблоки, сезонные груши, бананчики мы все равно любим, да, но купила их вот поэтому не очень много, купила сметанку по акции, домик в деревне 20% сметанка, да, конечно, кисляк на кисляке, надо будет домашнюю заказать, деревенскую, но с ворошком у нас уходит такая история, девочки, макароны Макфа, обработанные паром, сейчас в пятерочке по акции, до 40 рублей цена, макароны обработанные паром, нам по вкусовым качествам очень нравятся, они вкусные, понимаете, они быстро варятся, они реально вкусные, они не развариваются, какие-то нежные, какие-то же получаются, я не знаю, как объяснить этот феномен, так, еще у нас в покупочках здесь вот такая вот огуша-груша, у меня в покупочках, у нас, у меня, и еще три баночки детского питания, огуша-цыпленок, я взяла две штучки, на всякий случай про запас, акция была на цыпленка, 40 рублей, по-моему, и взяла мой первый салатик, вот такой вот еще один, ну, слушайте, это все были покупки, с учетом того, что какие-то элементы моих покупок разобрали сейчас дети по комнатам, кукурузные палочки, я точно не знаю, что взяли, еще один лимонад, по-моему, по соку они взяли, ну, в общем, такая, такая жизнь, спасибо вам огромное, что оставались со мной, что посмотрели этот ролик, если вам интересны на моем канале, вот подобного рода видео, что мы едим, там, мега дешевые покупки, фикс, да, продуктовая корзина, продуктовая затарка, то обязательно дайте знать, чтобы я понимала, что все не просто, так я делаю для вас, то есть я ориентируюсь на вас, на самом деле, в общем-то, все, всех люблю, всех целую, и всем пока-пока, и короткие видео, к сожалению, я снимать не могу, у меня вот такие они, с разглагольствованием, так скажем, все, пойдем, сможем делать фарш, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok